За то, чтобы Евгений Кашевой стал главным актёром «Квартала», проголосовало 73% украинцев. Дамы и господа! Да начнётся же коронация его лысой светочи, Бесперхотного царя, Гладкого гения Евгения! Ну всё, вот и началось. Здрасте! Добрый вечер! Я давно узнал этого момента, здрасте! Ну всё, теперь заживу, а что тут остаётся делать? Дальше, давно хотел поменять одну вещь в «Квартале», давно хотел поменять, заставку хотел поменять, вот теперь такая будет, давай! О, теперь красиво, теперь всё будет красиво! Ну, где кресло моё? Трон, давайте сюда, быстрее! Ну быстрее, ну быстрее, ну острые люди ждут, давайте, всё, всё, молодцы, всё, пошли вон, пошли вон, до свидания! Всё, счастливо! Так, так, стоп, всё, подожди! Всё! А что происходит? Подождите, ребят! Жень, что случилось? Добрый вечер! Извините, ты зачем стул на сцену выпер? Стул на сцену выпер? Это не стул, это мой железный трон, это символ того, что я теперь главный в «Квартале», понятно? С чего вдруг? Потому что все знают, что после Зеленского главный актёр в «Квартале» я, так что теперь всё будет по-моему, а если кому-то что-то не нравится, давайте позвоним Вове! Позвоним! Позвоним, Юра! Позвоним, я теперь главный, я теперь решаю, как всё будет, значит, слушай мой первый королевский указ, значит, смотрите, теперь я отпускаю волосы, а вы все бреетесь наголо, понятно? Ух ты, а что за бред, я не понял, что это? Саша, вот так, теперь вы лысый из «Квартала», вот так, почувствуй на себе, как оно. Серьёзно? Да. Женька, а мне тоже наголо бриться? Нет, Леночка, для тебя мы сделаем исключение, пока. Ой, спасибо большое. Да, кстати, кстати, теперь твоего сценического мужа буду играть я, и если в вечернем «Квартале» будут постельные сцены, а они будут, то твой сценический муж будет заниматься с тобой сексом по-настоящему, вот и всё. Жека, как классно, ты придумал вообще, только этого не будет никогда. Я знал, что ты так ответишь, поэтому встречайте, наша новая актриса Оля. Что? Что? Какая новая актриса ещё? Нормальды. Оля. Здравствуйте, Оля. И что, она теперь с нами будет выступать на сцене? Ну, если силы останутся, то, конечно, да, иди за кулисой, подожди, пока. Да, 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 интересно, и за чей же счёт она будет с нами ездить? Ну, я так понял, Юра, не за государственные. Ну, старый байкер прав, я, значит... Я Зеленского уговаривал, он ни в какую не ведётся. Так, Жень, хватит, хватит. Ну, какой из тебя король квартала? Ну, перестань. Ты же у нас кто? У нас обычный парень с района, с налётом неграмотности. Какой неграмотности? С лёгким налётом. Это я неграмотный? Значит, смотри. Значит, слушай мой второй королевский указ. Сейчас, сейчас я... Значит, А! А! Пункт А. Значит, с этой минуты я запрещаю обвинять меня в неграмотности. Дальше. Д. Вы все должны серьёзностью относиться даже к самым моим идиотским просьбам. И последнее. И. Чтоб завтра в это же время на часах было полвосьмого вечера. Даю вам 24 часа. Думай. Слушайте, подождите. Я вообще не пойму, почему мы слушаем этого выскочка. Это кто выскочка? Слышишь? Не надо тут пикало. Я, между прочим, сам добился всего того, что сейчас есть у Вовы. Понятно? Вот так. И процитируя президента, скажу. Когда я приду к власти в квартале, меня сначала будут уважать, потом плакать, а когда я уйду поливать грязью. Вот и всё. Жень, там... Сейчас секунду, я сейчас... Подожди, я сейчас вспомню, как там было. Значит, я, значит, прихожу, меня сначала поливают, потом... Нет, сейчас. Я прихожу уважаемым, все сидят и плачут грязными слезами. Короче. Походу разберёмся, всё нормально. Да нет, Жень, походу не разберёмся. Почему это? Пойми меня правильно, ты не можешь быть лидером квартала. Слушай, я же не сказал, что я навсегда, Стёп. Я всего на пять лет, и всё. Жень, ты... Ну, допустим. А потом? Потом это секрет. Да, но мы уже начали снимать сериал о том, как молодой лысый атеист неожиданно участвует в конклаве и случайно становится папой римским. Вот и всё. Жень, вы сериал начали снимать? Что ты мне ручку свою протягиваешь? Ты с ума сошёл, а? Так, тихо, тихо. Придумал ты это. Я, кажется, понял, в чём дело. А ну, дыхни. Всё понятно. Значит, не может быть лидером квартала наркоман и алкоголик. Я предлагаю сдать анализы на стадионе. Так, а я уже сдал. Когда, где? На стадионе, ты же сам сказал. За левыми воротами пойди посмотри, я всё сделаю. Так, Женя, Женечка, ты нас слышишь вообще или нет? Нас не устраивает твоё руководство. А, вы в демократию захотели поиграть, да? Да, в демократию. Ну, ну. Кстати, господа, друзья, коллеги, вопрос серьёзный. Я предлагаю выборы. Ну, вот как тебе, а? Ну, ну. Саня, тебя? Я прошу прощения. Алло. Доброго дня. Це Євген Кошовий, король квартала. Третього травня. Вирішальний день, який визначить долю квартала. Прошу вас підтримати мій курс. Ты откуда мой телефон взял, зараза? Не надо раздавать его всем подряд, откуда телефон взял. Короче, а где Юзик, подождите? О, Юзик вообще с катушек слетел. Чего? Потребовал себе вторую сцену поставить. Да ладно. Я тут, тут иду. О, смотри. Ну, согласен, вторая сцена была не нужна. Ошибкой, да, да. Да, ошибкой. Ты посмотри, а. Степ, а он тебе никого вот сейчас не напоминает? Да напоминает. Он сегодня с утра в столовой говорит, значит, стейк так стейк, сардина так сардина, гамбургер так гамбургер, и так еще два снаименования. Значит, не надо все, хватит. Все в сборе, и я предлагаю голосовать. Значит, кто за то, чтобы главным в квартале был я? О, видишь, Женечка? Хорошо. Кто за то, чтобы главным в квартале была Лена? О! О! А, кто за Юзика? Я. Отлично. Пикалов. Юр, подержи. Ну, что, что? У меня двое, блин. Так, мне все понятно, я тенденцию уловил, все ясно. Пусть тогда все решает Челядь. Кто? Ну, эти... Ну, актеры молодые, господи, коллеги уже, все, хватит. Здрасте. Ого! Что это такое? Это мантия. Я просил другую мантию. Давай, где ленточка моя? Давай сюда. Где? Вот. Сейчас, вот так. Так, Женя, слава богу, Вертор Машками надел. Тебе не стыдно в таком вот перед людьми стоять, а? Не, на стадионе было стыдно, сейчас реально пох. Я, конечно, прошу прощения, но у меня вопрос, а кто вообще все эти люди? Кто вы такие? Это молодые актеры Квартала, кто это? Здрасте, пожалуйста. Да они ж толстые. А вы? Послушайте вы, Юрий, не надо сравнивать, мы к этому пришли, а вы с этого начинаете, понятно? В смысле начинаем? Я, между прочим, уже звезда. Может быть, я вообще новое дыхание Квартала? Ребят, не может быть новое дыхание с отдышкой. Молодец, Кел. Ну что ты ржешь, Женя? Ну возьмут, они подбирают у тебя все роли этих гопников. Что ты будешь делать, блин? Ты хочешь сказать, что Ткач сыграет меня лучше гопника или что, Женя? Без проблем, здесь гопник. Что ты будешь играть гопника? Хе-хе-хе, и все, давай, что? Хочешь баттл? Я хочу баттл. Ты хочешь баттл? Я хочу баттл. Ты получаешь баттл. Все, давай, поехали. Глоба! Смотри. Нормально. Понял? Смотри, что ты. Вон, видал приземливость. Смотри. Видишь, где море? Смотри. Вон, видишь, с той стороны море? Да. Смотри. Короночка, короночка. Короночка, короночка вон висит. Юра, иди сюда. Дай тарелку. Ловчик неси. Мари. О, оно, 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 оно. О, оно, 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 оно. У нас есть нормальный лысый. Это какой-то кошмар, что вы тут устроили вообще. Я вот сейчас на это мальчики посмотрела и подумала, а может быть, давайте женщина будет главной в квартале, а? Не, ну а что? А почему женщина не может быть главной? Да я вам серьезно говорю, у меня в женском квартале опыт есть. Ребята, а давайте молодым уже слова будем давать, а то они звуками реально меня бесят немножко. Немножко подбешивают, конечно. Действительно, между прочим, я молодой. Перспективный и хороший актер. Вот дайте мне любой актерский этюд, и я его сыграю. Да ты что, запросто, а ну лови. Значит так, Вовчик, ты молодой. Перспективный актер прямо сейчас вот виртуозно. Берешь и идешь нафиг с этой сцены, при том быстро ты попьешься. Останься, тихо, не надо. Не надо его выгонять. Кто апахало будет держать? Кстати, а где апахало? Опаздывает постоянно эта апахала. Где? Здесь, 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 все нормально, здесь. Здравствуйте. Супер. Ты еще кто такой? Я Игорь. Откуда ты, Игорь? Из Днепра. Ого. Жека, ну скажи мне, зачем кварталу очередные ассоциации с Игорем из Днепра? А? Как-то лишнее. А мне кажется, что очень красиво звучит. Игорь из Днепра, марионетка Кашевого, что-то. Так, нет, стоп, стоп, так не пойдет. Че началось вообще? Стоп. Я вообще-то уже составившийся артист. И вообще, какой мой интерес в этом участии? Карьерный рост. Какой? Как показывает опыт Зеленского, какой угодно. Ну, допустим, а финансовая сторона вопроса? Смотри, все, секундочку. Как тебе такая цифра? Ну, во-первых, это не цифра, а буквы. Во-вторых, сам пошел, понял? Че ты сразу обижаешься? А че ты пишешь? А ничего. Ты, вот скажи мне, ты в «Расмеши комика» участвуешь? Ну, как насчет трех процентов с каждой бабульки, Игорек? Реально в твоих интересах шоу. Игорячек, Игорячек, там есть еще одно преимущество. Теперь вот эти номера. Игорь, Лена, Лена, Игорь. Ну, ваши, вот эти. Ну, вот эти. Лена. Игорь. Лена. Игорюша. Ну, вот, да. Ты сможешь играть с настоящей женщиной, а не с приодетым мужиком. Секундочку. А он че, мужик у нас, что ли? Нет, так, подождите, вы не о том начали говорить. Короче, старики в сборе, молодняк на месте. Начинаем обряд посвященницу. Ну, наконец-то. Да, наконец-то, слава богу. Значит, молодые, подходим быстренько, целуем меня в попу. Давай. Так, так, так. Не вопрос. Тихо, тихо, подожди. Тихо, 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 тихо. Что началось? Что происходит? Такое. Это не моя прихоть. Это старая квартальская традиция. Все молодые актеры, которые приходили в квартал, все целовали Зеленского в попу. В чем дело? Ну, не знаю. Лично я так не делал. Я тоже, кстати. Я не делал. Я, Женя, не делал. Тогда я тоже так не делал. Добрый вечер, фестиваль «Весело-2019». Знаете, недавно заехав в один из районных центров, Владимир Зеленский сразу же уволил прокурора, мэра и главу местной полиции. Таким образом, в семье Иваненко одновременно остались без работы отец, мать и их 15-летний сын. И так бывает. Поэтому представьте, где-то в семействе мэра. Дорогой Женечка, здравствуй. Здравствуй, Леночка. Как дела на работе, Женечка? Что? Женечка, что случилось? Я не знаю, не смысл, я не смысл, я не смысл, я не смысл, я не смысл. Зеленский приезжал? Да. Что говорил? Что, я не смысл, я не смысл. Кошмар. А ты ему что? А я его все, я не смысл, я не смысл, я не смысл. Ой, что? Прям совсем не получится этот мост достроить? Не получится. Ну, Жень, тогда надо из города по-быстрому валить. Не получится по-быстрому. Единственный быстрый путь из города через мост. А я его не дострою. Женя, ну что ж ты так загрушаешься? Ну подожди, ну давай разберемся, успокойся. Ну ты же мост обещал ко дню города построить. Да. Ну, а если не построить, что будет? Я не знаю. Что? Беда, говорю, будет. А, беда, да. Что, могут посадить тебя, да? Да. О, Боже мой, сколько тебе светит? Догу. Что? Сдохну, я говорю, в этой тюрьме. Ну да, конечно, сдохнешь. А с другой стороны, подожди. Жень, ну за что тебя посадят? За воровство из бюджета? Да. Ты что, много украл? Догу. Что? То не я, говорю, украл. А, то не... Там зам мой украл. Подожди. Так если зам твой украл, давай зама посадим. У меня вон брат судья. Ну, блин. Что? Ну займись, говорю, этим вопросом. Что? Да, хорошо. Женечка, я займусь. Я ради тебя, чем хочешь, займусь. Хотя, подожди. А если в прокуратуре узнаешь, что же с братом моим будет? Не могу. Что? Не могу, говорю, не узнать в прокуратуре ничего. Не могут. Ой, звонит кто-то. Давай. Кто это? Послушай. Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. Жень, кто это, кум? Да. Все понятно. Пусть упакованы. Зеленский до Николаева добрался. Да. Так, Женя, давай знаешь что? Ты будешь вести себя как мужчина и искать выход из сложившейся ситуации. Хорошо. Давай, наверняка он есть. Ищи. Гугл, значит, как достроить мост за два дня? Результатов ноль. Ладно. Попробуем по-другому. Десять тюремных лайфхаков. Как правильно входить в хату. Женя, никакой хаты не будет. Давай, соберись. Соберись, просто вспомни, сколько ты примерно украл. Ну, в гривнах. Ой, ты еще и в гривнах, Леон. Ты издеваешься? Сколько там нулей? Шесть, восемь, десять? Да хера ли, арт получается, что ли? Я такой цифры даже не знаю, Леон. Ладно, 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 надо думать, думать. Так, спокойно, подожди. Ну, допустим, ты не построил мост. Но поликлинику же ты построил. Женя, ты же мне говорил, что строил. Строил. Ну так, что проблема? Дача, сука, получается. Ну так, переделай дачу в поликлинику. Она в Испании получается. Так, ладно, недооценила я, получается, масштаб трагедии. Скажи мне, у Зеленского только к мосту претензии были? Нет, едем в машине, он останавливается, говорит, где дорога? И я говорю, знаете что, Владимир Александрович, давайте по факту. Да. Проститутки стоят. Стоят. Бензозаправка есть? Ну. Чем не дорога, я спрашиваю. Дальше. Потом ему в зоопарк поехали мы, значит. Говорит, слон ему наш не понравился, Леон. Говорит, что-то мелковат у вас, слон. Что это, когда он писает, ногу поднимает? А в это время слон еще за хвостом начал бегать, зараза. Это все? Нет, не все, храм ему наш не понравился, Леон. А храм-то чего? Говорит, 17 этажей, это как-то многовато. Ты смотри. А и почему он у вас весь золотое, а не только купол, говорит? Безбожник. Ага. А в это время, как назло, из храма выбегают бабы голые, за ними батюшка с пистолетом. А он потом говорит, город у вас бандитский. Да ты шо? Да. А ты ему шо? Я растерялся, я говорю, благодарочка вас. Женя. Шо, Женя? Ну шо ты, какая благодарочка, Женя? Ну это ж про людей, Бород. Ну про людей, так я все делаю для людей, Лена. Шо у нас в городе все, и соцвыплаты, и инфраструктура, страхование. Я им на день города даже Винника пригласил, Лена. Сергей. Они не уточняли, какого именно надо им позвать. Да, Женя, все понятно. И это он еще о незаконной вырубке леса не знает. Сколько я там украл, Лен, то мелочи. Четыре куба, шо? Четыре куба долларов, Женя. Ты, кстати, что-то бы с ними уже сделал, а? То бесхозные во дворе стоят. Хоть брезентом накрой этот куб, я не знаю, собаки уже начали растаскивать. Хорошо, Лена. Ой, ладно. Куда Зеленский дальше поехал? К губернатору. К папе? Да. О, Боже. Добрый вечер, семья. Папочка. А что такое грустное, что-то случилось? Зеленский приезжал. Ну и что? Он у меня тоже был. Да? Нет в этом ничего страшного. Да? Где у вас окно? Я в него выйду. Это мне Александр Викторович. Он нас всех подсадит. Не, тихо, Лена, держи. Тихо, телефон, тихо. Тихо. Алло. Да. Это глава СБУ Иван Баканов. Так. Зеленский просил вам позвонить. Зачем? Я не знаю. Он постоянно мне звонит и просит каким-то чертам звонить. А я уже и место жительства менял, и телефон, а он меня все равно находит. Так отпусти меня. Папа, я отпущу, если ты скажешь, что успокоился. Доча, я спокоен. Давай, я отпускаю. Пожалуйста. Все нормально. Я спокоен, все хорошо. Душновато. Папа, я не пошел. Куда ты это? Понастроили бассейнов, блин. Так я все деньгей строил. Папа, ты становишься. Куда вы все? Понаставили по туту-то, блин. Папа, пожалуйста, не надо. Пап, куда? Конюшня-то вам зачем, парыги? Зачем она, Лена? Все, я поняла. Я все поняла. Ситуация сложная. Нужно подключать тяжелую артиллерию. Ладно, все будет нормально. Да. Отмажет вас прокурор области, я договорюсь. Как это ты договоришься? Почему он нас отмажет? Жень, я не хотела тебе раньше времени говорить. У меня с ним связи. Какие связи, Лен? Женя. Ну, какие у меня могут быть связи с ним? Изменяю я тебе. Ты изменяешь меня с этим уродом, Лена? Давай несчастно. Пожалуйста. Боже мой! Жень. Мы спасены, Лена! Леночка! Желодин! Одевай быстро красивое платье. Ребенка этому уроду! Причетку сделай на голове, пожалуйста, Лена! Ваши аплодисменты Евгений Кашевой, Александр Бекалов и Елена Кровец. Где-то в одном из одесских борделей. Йося! Йося! Мальчик мой! Наконец-то мы пришли в то место, Йося, из-за которого ты так редко виделся с папой. Мама, я боюсь. Не бойся, Йося. Мама пойдет с тобой, будет держать тебя за руку. Мама, я этого и боюсь, мама. Йося, ты уверен, что не хочешь, чтобы мама пошла с тобой? А вдруг тебя обманут? Мама, как меня обманут? Йося, ну у тебя же никогда не было секса. Как ты поймешь, что это секс? Мама, мне 40 лет, я как-нибудь разберусь, хорошо? Боже, Йося, как летит время. Только вчера я кормила тебя с ложечки. Только вчера ты не умел разговаривать. Буквально вчера ты бегал с голенькой попкой по квартире, а сегодня у тебя уже будет секс. Мама, я вчера выпил. Мне вчера было плохо. Зачем вы вспоминаете про вчера, я вас еще раз спрашиваю. Хватит разговаривать со мной, как с маленьким ребенком. Я уже давно преподаю в университете. Я помню, заодно мы здесь посмотрим, кому. Добрый вечер. Меня зовут Эльвира, и наша лавочка любви к вашим слугам. О, Эльвирочка, Йося, ты видел? Эльвирочка, здравствуйте. А мы как раз с Йосей, это мой сын, познакомьтесь. Шалом. Мы пришли, чтобы Йося узнал, что такое нематеринская любовь, и что оргазм бывает не только от форшмака. Мам, понимаете, да? Мам, да. Вы успокойтесь, вы на правильном пути. Только, Эльвирочка, я прошу вас обратить внимание, мой Йося очень впечатлительный мальчик. Когда-то в детстве он увидел, как петух топчет курочек, и теперь думает, что в постели мужчина должен топтать женщину. Мама, я готов. Мам. Йося. Мама, я готов. Йося, это не сейчас. Йося. Да, я вас поняла. Вот вам каталог. Выбирайте, Йося, курочку. Кстати, вначале идут те, что подешевле. Подешевле? Я еще не видела их, но они мне уже нравятся. Ой, Йося, давай посмотрим. А ну. Ого. Ого. Уху. Йося. Йося, посмотри. А как тебе эта женщина легкого поведения с тяжелой судьбой и телосложением? Мама, вы же сами говорили, что мне жирного нельзя. Йося, тебе не угодишь. Ладно, Йося, а это? Что это? Мама, это похоже на какую-то бабку. Что значит на какую-то? На конкретную твою бабушку Розу Семеновну Крузенштерн. Да подождите, что вы хотите, чтобы я лег с ней в постель? Я же буду представлять, что это моя бабушка. Йося, Йося, ты стал такая цаца. Дедушка же как-то себя заставлял. О, Йося. А вот. А вот смотри. Что вот? Мама, у нее деревянная нога. Йося, сколько раз я тебя учила. Никогда не оценивай человека по внешности. А вдруг это красное дерево, Йося. Мама, давайте возьмем вот эту. Посмотрите, какая она красивая. Йося, ты помнишь, как я тебя учила? Когда ты учишься играть на гитаре, то нужно это делать на плохонькой, с металлическими струнами. Жесткими такими, чтобы потом на хорошей гитаре играть было намного легче. Ты понимаешь, на что я намекаю? Да, мама, вы намекаете на тот случай с гитарой, когда вы без стука вошли ко мне в комнату. Я вам еще раз повторяю, все было не так, как вы себе представляете. Ну ладно, Йося, а ну-ка, посмотри. Как тебе это? Мне это не нравится. Подумай. Я подумал, мне не нравится. Йося, ну, мам, и нет денег на то, что тебе нравится. Хорошо. Извините, Эльвирочка, пожалуйста, скажите, а можно смотреть на эту, а спать стой? Можно, но эта будет стоить в два раза дороже. Так бы и сказали, что не можно. Что ж вы за человек, ну? Пикантный вопрос. Может быть, вы хотите заняться сексом под шум моря? Конечно. Что за вопрос? Мама, я готов. Купите ракушку. Так какую ракушку, Эльвирочка? Пожалуйста, не вешайте нам на уши свои ракушки. Мой сын ничего не выбрал курочку. Как я могу выбрать курочку, если мы еще не договорились о цене? Сколько стоит час? Сто долларов. Сколько? Сто долларов? Тому Йося никогда не работал за такие гроши. Это вы платите нам. А, так это сумасшедшие деньги. Йося, Йося, тут сильно дорого. Йося, может, пойдем домой и сделаем как в детстве? Как, мама? Ты просто посмотришь, как мама купается и пойдешь плакать. Мам, господи, подождите, пожалуйста. Эльвира, скажите, пожалуйста, если я не хочу целый час, я могу полчаса за 50 долларов? Я понимаю, к чему вы клоните, поэтому сразу предупреждаю. Побыть минуту за полтора доллара у нас тоже нельзя. И вообще, слушайте, у нас здесь не привоз. Хватит торговаться. Я не торгую, Эльвира, поймите меня правильно, я взрослый интеллигентный человек. Я обсуждаю с вами снижение стоимости. Допустим, будет ли это стоить дешевле, если все это произойдет на моей простыне? Нет. Скажите, Эльвирочка, а могу ли я оплатить услуги по своему пенсионному? Нет. Старость здесь не уважаю, Йося. Скажите, а безналичная форма расчета есть у вас? Да, конечно. Тогда я оплачу субсидии. Так тоже нельзя. Так, послушайте, хорошо, давайте, допустим, я вам дам сто долларов, но можно сюда придет моя девушка и посмотрит, как тут все правильно делать? Да, конечно, можно, но это будет стоить пятьсот. Да что ж такое? Это почему так дорого? А почему дорого? Ну вы же хотите купить у нас технологию. Мама, это обдирало, что куда вы меня привели? Так я вас спрашиваю, вы будете платить или нет? Йося. Что? Ну, видит Бог, нет выхода. Что? Доставай денежку, мой мальчик, давай. Я прошу прощения, вы можете показать нам своих курочек не только на картинке? Ну, сейчас, чуть-чуть попозже, подождите. А что он делает? Ну, что он делает, он достает денежку? Я извиняюсь, у него что, в трусах карманчик? Фу, какая вы пошла, а у него там сундучок. Резной. Все, мама, я все достал. Вот, Эльвира. Что? Все, что накопил с детства, да? Молодец, сын. Вы пока покажите нам своих курочек, пожалуйста. Да, конечно. Живую. Ой, ну что, Йосечка? Что? Надо собираться. Ну? Сейчас мама тут все приготовила. Хорошо. Ну? Ты, главное, Йося, возьми вот эту штучку. Вот эту, в специальном квадратном пакетике. Возьми. Мама, что это такое? Ну, помнишь, мама с детства смотрела, чтоб ты был в шапочке. Ну? Ну, можно так сказать, это тоже надо надеть. И еще одна специальная штучка в квадратном пакетике. Я так понимаю, что это шарфик, мама, да? Ты такой молодец у меня, Йося, конечно. Разберешься там, походу. И все, Йосечка, давай. Раздевайся, сын. Да подождите, мама, что прямо здесь? Йося, ты что, мы заплатили деньги, уже идет время. Зачем тратить драгоценные минуты на какие-то там пуговицы? Мама, не надо, я потом сам разденусь, пожалуйста. Хорошо, Йося, тогда возьми, пожалуйста, вот это. Что это? Вот это. И еще немножечко песка. Зачем песок, мама? Если будет позволять поза, незаметно досыпешь. Мама, пожалуйста, я уже полностью оттуда. Знаете, вот что ни говори, как ни шути, но если мужчина поехал на отдых в Турцию сам, то это опасно для его здоровья. Хотя, с другой стороны, если он поехал с женой, то это вообще тяжело назвать отдыхом. Итак, представьте, где-то на одном из турецких курортов. Дорогая, я здесь, не переживай, купайся. Купайся. Не-не-не-не, я не пью. Не, вот вторая рука, не. Я, нет, я не пью. Не переживай, купайся. Пиво, пиво, холодное пиво. Холодное пиво, мужик. Пиво холодное. Будешь? Нет. Холодное пиво. Нет, 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 спасибо, я не хочу. Мужик, ты в Турции, пиво холодное будешь? Да я не могу, у меня жена, ну и не могу я. Понял, 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 тихо. Тогда мороженое, вкусное мороженое. Слушай, мужик, вот мороженое точно не надо. Ты попробуй лизни, придурок, ну. Слушай, ну ты задал, что хочешь. Все, я... Коньячок? Тихо, 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 тихо. Ты так налижешься за минуту, спалишь меня к чикутям. Хочешь выпить, просто кивни. Не надо так быстро, не надо. Один раз кивни, все. Можно еще мороженого? Мороженого больше нету. Есть кукуруза. Я кукурузу тебе не дам, потому что мешать нельзя. Ладно. А вы вообще кто? Я представляю организацию «Анонимный досуг для подкаблучников». А шо вы взяли, шо я под... Я вообще не подкаблучник. Юра, надень кепку, голову напечет. Хорошо, Кися, хорошо, хорошо. Все хорошо. Так вот, мы помогаем таким, как ты, которые приехали с женой, отдыхать так, как будто приехал без жены. Это как? Видишь, на пляже мужик уточку резиновую надувает. На самом деле в ней коньячок. Делаешь вид, что надуваешь, а сам пьешь. Ничего себе, с конспирацией. Да, видишь, аниматор в костюме олененка ходит по пляжу. Это Евгений Анатольевич. Он у нас по текиле и по вискарю. Захочешь текилы, подходишь, подходишь. И засовываешь Евгению Анатольевичу голову в рот. Ух ты, круто. А вискарек? А вискарек с другой стороны, Евгений Анатольевич. Нет, я лучше по гостюхиле. Так, тихо. Не надо садиться, не надо. Садиться у нас нычки по всему пляжу. Видишь кабинка для переодевания? Вот это? Да, иди быстрее, иди. Все, все, я делаю, да. Плавки, видишь, сушатся? Да. Выжимай. Ух, ничего, только не лечет. Ну что ты орешь-то? Ну иди, ну быстрее, ну что ты, ты ж спойлишь меня. Садись. Запомни, наши люди есть везде. Видишь, мужик идет. Да. Спроси у него, который час. Мужик? А? Который час? Ага. Полвторого. И че себе? А, да. Блин, уже полвторого. Сейчас жена с моря выйдет, надо будет идти в номер спать. Тихо, не кричи. Для этого есть решение. Мини-бар в номере видел? Да. Это вход в большой бар. Пользуйся, пока жена спит. И че себе? Завтра что делаете? Завтра у нас экскурсия в античный музей. Так, запоминай, идешь в греческий зал. Там статуя дискобол. В ней гидравлическая система. Подходишь к статуе. Нужно накачать немножко. Пом-пу. Пом-пу. Накачал. И из маленького краника течет вискарь. Из такого краника? Из такого краника течет вискарь. Статуи там много, запоминай. Геродот. Это водка. Фемистокл. Джин. Гиппократ. Ром. Гиппократ. Ром. Я тебя прошу, пожалуйста, возьми с собой флягу. Потому что на прошлой неделе мужик так к кранику присосался, он нас чуть не спалил. Понял? Хорошо. А мы еще это, мы в пещеры собираемся. И не надо кричать, пещеры, хорошо, запоминай тайный маршрут. Значит, смотри, заходишь в пещеру, два поворота направо, один налево, останавливаешься, тушишь фонарик и ждешь. К тебе сзади подойдут, похлопают по плечу и протянут ко рту. Твоя задача быстро выпить все. Тебе суют ты пьешь, суют пьешь, суют пьешь. Только не перепутай. Потому что в соседней пещере нашими наработками пользуется извращенец. Понял? Тихо, тихо, тихо. Вот это у вас молодцы вообще. К рыбалке как относишься? К рыбалке вообще параллельно. Отлично, значит, завтра с пятого пирса уходит целая яхта ваших единомышленников. Естественно, с удочками. Отплываем на пять километров и тупо начинаем глушить. Рыбу. Очень смешно. С алкоголем разобрались. Как насчет интимного досуга? Это шо вы имеете в виду? Видишь, дети на пляже замок из песка строят. Так. Детям по сорокету это наши люди. Значит, подходишь к ним, они тебя закапывают в определенном месте, где уже зарыта Валентина. Твоя задача делать недовольное лицо. Понял? Шо, секс прям на пляже. Хочешь в море, будет в море. Значит, заходишь по пояс в море, стоишь, улыбаешься, как будто дела свои делаешь. Ждешь, пока к тебе подплывет большая медуза. И по Ассе подплывет Валентина, завернутая в пакет. Окажут услуги, только не перепутай, пожалуйста, с настоящей медузой. Это уже не страховой случай, понял? А если мне вот это в воде не очень нравится? Ну, есть тогда фишка солярий. Приходишь в солярий, говоришь, что от меня тебя идут, кладут в горизонтальный солярий, где уже с внутренней стороны предела на Валентина. Твоя задача открывать крышку, закрывать. Открывать, закрывать, понял? Слушайте, ну солярий летом как-то это ну просто неправдоподобно. Мне кажется, жена не поверит. Тихо. Фишка парашют. Фишка парашют, значит, инструктор регулирует стропы так, что ты приземляешься сразу в публичный дом. Если доплатишь 5 баксов, приземлишься сразу на Валентину. Я, честно говоря, не очень хочу этой жене изменять. Азартные игры любишь? Азартные, да. Значит, приходишь на ужин, зовешь официанта по имени Ахмед, говоришь, хочу фрукты. Если он тебе принесет виноградинку, банан и яблочко, ты проиграл. Три персика ты выиграл. Джекпот, понял? Прикольно. Однорукий Ахмед, понял? Прикольно. Да. У нас еще, кстати, наркотики есть. Имя у нас Виктор Семенович заведует. Семенович! Я здесь! К тебе! Я пошел, разбирайся. Пива, пива, холодное пиво. Иди сюда. Что? Интересует? Нет, не хочу. Точно? Ну, такое. Слушай меня, видишь, вон влево пацан ходит по пляжу. Наркотики? Наркотики. Да не переживай за качество. Отвечаю. Вот такие, домашние. Его мамка сама варит. Нет, я, наверное, нет. Мне чуть полегче. Понял. Есть полегче. Значит, смотри, вправо, видишь? Две обезьяны в мужика какашками бросают, он не отворачивается. Видишь? Да. Это не какашки, гашиш. И гашиш тоже не нужен. Спасибо большое. Слушай, может ты хоть кальян покуришь? О, кальян можно. Отлично. Значит, тебе нужна зона детской анимации. Находишь зал с ростовыми куклами. Значит, зебра и дракоша тебе не нужны. Ищешь слона. А как я пойму, что это именно тот слон? Поймешь. Вокруг того слона мужики сидят в круге и друг другу хобот передают. А из попы дым-дым-дым-дым. Шукер, шукер, жена, жена. Ух ты. Шукер, 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 шукер. Пару раз надула резиновую удочку. Серьезно? Потом пошла к бассейну, а там аниматоры. А да, у них там у слона такой хобот на молоке вкусный. Серьезно? Вообще. А потом на меня какой-то придурок на парашюте приземлился два раза. Вот такой день. А сейчас я иду в горизонтальный солярий. Так что не останавливай меня. Никакого горизонтального солярия. Момер. Красиво. Момер. Момер.